Ричард Мадленян родился 11 августа 1981 года. Окончил Ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса. Работал в Ереванском государственном театре оперы и балета имени Спиндиаряна. Несколько дней назад Ричард написал на своей странице. Необходимо собрать армянский шоу-бизнес, завалить его в мусорные баки и отвезти в район Совитошена, известный мусорными свалками. Шоу-бизнес, являющийся раковой опухолью на теле государства и обслуживающий интересы, по сути, старой власти и организованной преступности. Ричард Мадленян – талантливейший человек и тот редкий персонаж, который плевать хотел на гонорары и всегда говорит и пишет то, что является правдой. Ричард никогда не боялся угроз и давления разных политических сил, потери заработков и уменьшения количества жополезов за своим столом. И неудивительно, что этот его пост про армянский шоу-бизнес набрал океан репостов и восторженных комментариев. Нет никаких сомнений, что Ричард Мадленян прав, когда называет армянский шоу-бизнес раковой опухолью. И это, конечно же, чистейшая правда. Армянский шоу-бизнес никогда не уважал армянскую государственность и никогда не стоял на страже государства. Первое. 95% налогов не выплачивается артистами и за последние 25 лет представьте, сколько денег украли певцы и певицы. Давайте не будем забывать, что с 1994 года армянский шоу-бизнес захвачен был карабахским кланом. Покойный композитор Артур Григорян перетащил под свое крыло немало артистов, которые служили Кочаряну, Сержу и идеалам организованной карабахской преступной группировки. Второе. Практически большая часть армянских певцов до 2018 года вела себя по правилам криминального мира. Любой, кто оскорбил бы звезду или обидел бы, мог получить нож в спину. И многие армянские певцы не брезговали просить наказывать обычных бедных людей вот таким образом. Третье. В 2018 году народ Армении свой выбор сделал, но посмотрите на наглость этих артистов, которые уже шестой год не уважают выбор народа и вздумали со своих соцсетей промывать мозги людям, возомнив себя экспертами. Против выбора активно выступают следующие артисты. Андре, арцахский певец. Размикамян, арцахский певец, категорически против нынешней власти и плевать хотел на выбор армянского народа. Мэль Армения, которому нравилось, что во времена Риточки Сарксян он мог взять бесплатно зал оперы и там давать сольные концерты. Мэль мечтает, чтобы Рита воскресла и вернулась. Певица Сирюшо, невестка Кочаряна, которая защищает свекра и бизнес-империю мужа. Еще одна певица, которая плевать хотела на выбор народа, Сона Рубенян, чей папа работал при Кочаряне в СМБ и чья свекровь была главой мафии фигурного катания. Певица Шушам Петросян, певица, хотевшая стать второй Индирой Ганди, но была выкинута из парламента. Еще одна певица и артистка против армянского народа – это Нунеи Саян, которая заявила, что за родину воевать вообще-то не надо. Композитор Авет Барсегян, мечтающий о том, чтобы Рита Сарксян вернулась из небытия. Актриса Назыни Гуванисян, которая больше не главная ведущая страны, и потому ей очень-очень больно. Таких артистов немало. Вот эти люди – основные борцы за возвращение Роберта Кочаряна. И это те артисты, которые, повторяю, плевать хотели на легитимные выборы и выбор народа. Это люди, которых никогда не волновал вопрос, а как государство покупает бронежилет солдату, если они, артисты, не платят налогов? Как государство платит пенсии дедушкам и бабушкам, если они, артисты, обкрадывают государство? Прошло три года после войны, и ни один из перечисляемых мною артистов и певцов не зашел в палату к раненым, у кого нет ноги или руки, чтобы поддержать даже морально. Ни один из этих артистов не загрузил своей страницей фото с нашими защитниками. Эти певцы думают, что они родились только для того, чтобы на имени Армении у армянских общин и людей армянской национальности деньги зарабатывать. Почти все пьют тосты про солдат, но плевать армянское общество хотело на певцов, которые не знают места этих солдат. Впрочем, не все артисты и певцы вызывают грусть, и есть очень много достойных людей в армянском шоу-бизнесе, которые ведут себя достойно. Один из таких певцов – Арам МП-3, умный, патриотичный, талантливый и поистине народный чувак. Еще одна певица, которая всегда стояла возле солдат – Сильва Акопян, которая остается искренне народной и патриотичной. Потрясающая девушка – Ляна, певица, которая еще с 90-х годов стоит возле солдат и дала сотни благотворительных концертов. Нет сомнений, что никогда не была безразличной к солдатам певица Сона Шахгельдян. Также я знаю о отдельных патриотичных поступках Иветы Мукучан, которые остаются в любой ситуации человеком, который знает, что такое сострадание. Еще одна классная певица и классный человек – Маша Манджоян. Сейчас не буду всех перечислять и хочу просто отметить, что необходимо, чтобы артисты не только пели в песнях о своем патриотизме, а были и в реальности такими. Нельзя противоречить самим себе. Можно точно сказать, что певцы и артисты в большинстве своем – жадные, скупые, крохоборники. И это удивляет, знаете? Тот же Размик Амям получает за час от 10 тысяч долларов. И почему ему жалко от этой суммы 20% отдать в виде налогов на помощь армянской армии? Все разговоры этих певцов у Армении и любви к ней – всего лишь способ собирать деньги на свадьбах. Если кто-то думает, что после этого выпуска эти певцы побегут платить налоги, то вы сильно заблуждаетесь. Понятно? Правильно говорят Кармель, Ковы и Рякашин, Чипов. Автор выпуска – Роман Бокцаря. Мы смотрели и слушали инфоплатформу в центре объектива.